Решили тебя порадовать к новому году... блин к новому году Фига Привет с вами Велсаком, добро пожаловать в формат посылка от подписчика Ко мне на стол прилетает например вот такая коробка Кстати большая, но не очень тяжелая На которой написано привет из Берлина Посылка от подписчика Собственно совсем скоро 9 мая, священный праздник Поэтому мы решили что интересно что нам там из Берлина прилетело Это формат в котором я не знаю что в коробке Открываю здесь на камеру И абсолютно все посылки которые к нам прилетают Попадают в видео, мы не отбираем самые интересные Мы не мутим вот эти все вещи Все что вы мне присылаете Все попадает на стол, все мы открываем И собственно таким образом как выяснилось поддерживаем малый бизнес Потому что многие ребята Которые делают своими руками какие-то вещи Или просто действительно обладают малым бизнесом Посылают нам свои продукты Мы их распаковываем, помогаем Оставляем ссылки в описании Так что чекайте все посылочки Которые вы увидите в этом ролике Можно посмотреть в описании А там же адрес если вы вдруг хотите отправить нам что-то Пропушить свой бизнес Это не реклама в чистом виде Потому что я не знаю когда это выйдет Что случится Но тем не менее мы покажем это все Или просто хотите отправить мне подарок Вы любите этот формат Поэтому ставьте лайк прямо сейчас Подписывайтесь на канал Ну а мы начинаем Привет из Берлина Что же нам там прилетело Международная посылка На самом деле коробка даже начала разваливаться Но все-таки выдержала Международный перелет И давайте же узнаем что это такое Вау Тут собственно QR-код Я сразу вижу Люди готовятся Мне нравится когда такие истории происходят Понимаешь тут сразу такой Раз А что там привет из Берлина Так Смотри конверт Я бы мог его пропустить А тут конверт с баблом Прикинь Чувствую прямо деньги Так Ладно Вообще идеальная посылка Давайте в следующий раз Вот такая коробка А в ней просто евро Можно так Вот это вообще кайф был бы Так Собственно можете в принципе QR-код Все возможно Я сделал Написано Все возможно я сделал А я так понял что его можно поставить видимо Да вот таким вот образом Ха-ха-ха-ха Класс Тут есть еще стикер А еще можно вот так вот поставить Окей Молодец На самом деле мне нравится подход Меня зовут Остап И я ваш зритель В общем я долго думал И таки решился Подогнать вам на распаковку Данный гаджет От души О себе я берлинский художник И иногда дизайнер О гаджете Модель это Результат коллаба между моим брендом И еще одним всеми нами уважаемым брендом Что-то пока понятнее не становится Инструкция по сборке и упаковке Буду очень тронут Если сие гаджеты вам пригодятся И займут достойное место Специально для них В предназначенных помещениях А иногда будут использованы Вами по назначению С наилучшими пожеланиями Auf Wiedersehen Ваш Остап Слушайте Давайте ваши предположения Напишите мне в комментариях Что это такое Это дизайнер Остап из Берлина Который еще немножко художник И что-то какой-то гаджет нам прислал Окей А что вот в этом конверте? Может все-таки деньги? Это Это стикеры Ну почти так же хорошо Как деньги هو А. Ты понял? То есть эта коробка Это кстати нож который нам тоже подписчик засылал Так что видишь Я вообще в этом смысле Чувак-то упакованный своими подписчиками Это Nike чувак Это Nike Когда вижу Найки, я становлюсь чуть более довольным, а когда вижу два раза Найки, мне становится совсем хорошо. Так, становится интереснее, но это не похоже на кроссовки, потому что это слишком легкое все, что-то легкое слишком. Я ебу, говорит нам Остап из Берлина, еще и пишет лайки. Серьезно? Серьезно? Концептуально мне нравится. Блин, это ништяк. Подожди, она прикручивается или просто вставляется? Или вставляется и прикручивается одновременно? Офф Браун? А, ты понял? Офф Браун. One, two, three. А, one, two, three. Офф Браун. Air еще до кучи. Найки, Air. И еще смотри, здесь специальная инструкция, рассказывающая, как этим пользоваться. Блин, Остап, ну это улетает в туалет просто не... Блин, ну это прям круто. Это можно на стол поставить, знаешь, как такой арт-объект. Мне очень нравится. Это офигенно круто сделано. Я бы такое с удовольствием кому-нибудь подарил, а я думаю, люди оценят. Так, хорошо, а здесь у нас то же самое, только вид сбоку или что? Да, это еще одна такая же история. Чпок. Это тут... А, то есть примерно то же самое, но немножко отличается концептуально, да? Здесь у нас зеленая вот эта штука. Чпок. Air тоже. Слушай, ну это стилево. Молодец. Это же ручную все сделано, я чувствую, да? Вручную уже покрашено. На самом деле, вот ценность подобного арт-объекта, на мой взгляд, куда выше, чем вот эти все реально офф-вайт истории и прочее. Смотри, какая красота. Вот это ништяк. И коробочки замутил, и все это дело раскрасил, и Nike, и вот это все. Кайф. Мне очень понравилось, спасибо большое. И мы только начинаем. Народ, вы, кстати, обратили внимание, что посылки давно не выходили, потому что мы пытаемся как-то затюнить этот формат. Единственное, что я пока придумал, это то, что у нас в каждом выпуске будет по семь посылок. Семь. И вы пишите, какая вам больше зашла, дальше придумаем, что с этим делать. Потому что хочется, чтобы все это было достаточно динамично и по красоте, как вы любите. Поехали. Что там следующее? Какая-то... Подожди, это уже поближе к нам. Эта посылка к нам прилетела из Ростова-на-Дону. Классно, когда у тебя острый, нарядный ножик, я тебе так скажу. С ножом жить становится как будто бы просто комфортнее. Ух ты, ё... Необычно. А, это карта целая. Определите на стене прямоугольник, в который верхний край. Инструкция для начала... А, ну, собственно, ребята же деревом занимаются, конечно. Поэтому и послание у них, соответственно, вот такое вот. Привет, дядя Валя. Смотрю тебя со времен пятого айфона. Это значит, очень давно. Очень нравится твой канал. Продолжай в том же духе. Спасибо за поддержку малого бизнеса. От души. Я делаю интерьерные карты мира из дерева. Супер подарок для путешественника и учебник географии для детей. Тебе первому отправляю новую модель, которую еще никто не видел. Надеюсь, ты ее заценишь. Здесь у нас есть вот такой вот медведь, который, если за яйца дергать, он руками вот так вот и ногами. В принципе, как в жизни все, понимаешь? То есть, ты если вот так вот будешь делать, то там он не только руками и ногами будет дрыгать, еще и звуки издавать в жизни, да? Слушай, магнитик приятный. И, собственно, карта. А, я понял. Эта карта создается из элементов, а в инструкции, собственно, указано, что с чем, как комбинируется. Для того, чтобы, соответственно, собрать из этого полноценную карту. То есть, у нас с вами есть Канада. Смотри. Причем здесь еще и все Штаты. Охренительно. Слушай, очень подробная карта. Казахстан. А, это еще достается вот так вот. А, это все на скотче клеится. А, все, я понял. Это пронумеровано для того, чтобы тебе было проще собрать. Вот как это работает. А дальше ты это все клеишь сам по себе. И у тебя получается подробнейшая карта мира, на которой огромное количество всевозможных вот этих вот, понимаешь, стран. Вообще все, какие есть. И ты можешь еще булавки втыкать. И, соответственно, показывать, где ты был. Вот Россия. Смотри, какая сразу. Хопа. Причем это Сибирский федеральный округ. Дальневосточный федеральный округ. Просто сам по себе, смотри, живет. Вот такой вот гигантский. Здесь еще всякие острова мелкие. Просто отдельно тебе, пожалуйста, что ты хочешь? Японию, пожалуйста, достаньте нам. Вот она, Япония. Раз. Япония. Блин, дядь, ну это очень круто. А, и вот такие вот прикольные метки, которые ты клеишь и где ты бывал. Офигительно. Собственно, мы заглянем сейчас в Инстаграм к ребятам и посмотрим, как это выглядит в собранном виде. Вот так. И я считаю, что это прям кайф. Ну, обязательно повесим у себя на студии. Потом, опять же, у себя в Инстаграме в историях покажу, как это выглядит. Поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм. Вот эти все приятные штуки я показываю там, как оно в сборе. Третья посылка. Зашлите нам в вот такую небольшую коробочку. А, совсем легкая коробочка. И это к нам прилетело из Нижегородской области, район Павловский, город Ворсма. Улица Базарная площадь. Вау. Когда в городе есть Базарная площадь, вообще становится кайф. Так, сертификат соответствия. Еще один ножик приехал. Вау. Ты посмотри. Вау. Вот это прям вообще ножик. Так, тут еще, смотри, серп, молот, вообще все дела. Так, сертификат. И там же, наверное, еще и письмо, да? Да. Распаковывай посылки только этим ножом и не порежься. Вот так вот. Ну, сертификат соответствия, понятное дело, нужен для ножа. Нож нескладной R2. Изготовлен ООО Кустари. Ха-ха-ха. Хорошо. Так, сообщение. Приветствую, Валентин. Меня зовут Павел. Всегда радуешь ты меня своими обзорами. Занимаюсь изготовлением ножей ручной работы. Решил подарить тебе нож Финка НКВД от нашей ножевой мастерской. Финка НКВД? А, вот почему серп и молот. Рукоять ножа изготовлена из стабилизированного дерева черного граб. Художественное литье латунь также не является холодным оружием и свободное ношение. Нифига себе. Так, мы берем вот этот нож. Я вот не помню, кто вот это присылал. И вскрываем другой нож, видишь? Даже для того, чтобы вскрыть нож, тебе все равно нужен нож. Блин. Слушай, ну это олдскул, да. У меня у деда полковника, кстати, был кортик. Я дико перся с него. И вообще, кортик это тема. Смотри, и тут тебе серп и молот. И тут тебе все эти штуки. НКВД написано. Ну, НКВД, конечно, структура такая себе. Но в этом что-то есть. В этом что-то есть. Хорошо. В сегодняшней посылке мы открываем Финкой НКВД. Спасибо ребятам. Очень прикольная рукоятка. Ты знаешь, очень прям хват такой прям. Хать, сразу хочется прям что-то сделать страшное. Хм. Давайте следующую посылку. Ну-ка, что у нас там следующее? Ух ты, ё-моё. Гигантская. И, судя по всему, тяжеленная, да, посылочка. Окей, ладно. И это к нам прилетело из Москвы. Очень много упаковочного материала. Видимо, чтобы не повредилось. Ну, кстати, Финка НКВД, смотри, не подводит. Нормально. Режет, по крайней мере, хорошо. Е-е, дрить колотить. Это гигантский деревянный ящик. Ящик с кнопками? Чего? Вот так вот. Вот, разобрались. Значит, три кнопки, какой-то переключатель и экранчик. Привет, Валентин. Мы из Москвы. Называемся iDruino.ru. Смотрим твои видосы. Занимаемся производством электронных модулей и наборов для облегчения программирования и пайки взрослых и детей на их основе. Наша миссия – электронная схемотехника и программирование. Это доступно всем. У нас также есть YouTube-канал. Ссылочку вы найдете в описании. Куда мы выкладываем обучающие ролики с нашими наборами? Мы решили сделать тебе подарок для рубрики «Посылка от подписчика». Подарок внутри этой коробки. Чтобы ее открыть, необходимо ответить на вопросы. Тема вопросов – история компании Apple Incorporated. Бывшая Apple компьютер. Для всех твоих зрителей скидка на наши наборы, также посылки. Если что-то пошло не так, позвони нам по номеру. Хай. Ответь на три вопроса, чтобы открыть коробку. Press AnyK. Выбери год, который не был бы таким, если бы не Apple. 1976. 1985. 1984. 2007. Конечно же, конечно же, 1984. Correct. Какая компания сделала процессор для Apple 1? Так, это была… Most Technology, конечно же. Correct. И третий, самый каверзный вопрос. How long was Steve Woznik's beard when he left HP? Beard – это что, борода? Носил бороду? 1,4-inch, 6,35 мм, OneFoot, у него не было бороды. Борода у Woznik'a в то время была. Очевидно, что 6,35 мм – это какая-то шляпа. OneFoot слишком много. 1,4-inch, звучит как правда. Я не готовился, я не гуглю. Давайте на шару. Correct. Это была шутка. Wow! Вау, натурально открылась. Фига. Чтобы вот эта простая шляпа работала, ты посмотри, какая тут вообще схема техника подъехала. Простите. Понимаешь, провода, батареечки, все схемы и так далее. Так. И здесь для нас… Вау! Продолжение истории. Ура, получилось. Здесь лежат механические часы, собранные на основе модулей, которые мы производим. Блок питания в комплекте, разъем питания находится сбоку справа. Угу. То есть ты можешь себе напаять и запрограммить собственные часы, которые, по идее, должны работать. Еб***ь, вот что происходит? Ну вот это стиль. Вот это прям стиль. И кнопочками можно тут все это менять. Что происходит вообще? Просто нравится само по себе, понимаешь? Охренительно. Все это можно настроить, и оно будет показывать время. Блин. Вот это респект. И ты все это можешь сделать своими руками. Офигенно, чуваки, вы дела делаете. Нравится. Я вспомнил, почему мне нравился этот формат. Столько классных посылок, столько классных продуктов. Вообще, вы большие молодцы. В очередной раз хочу выразить респект всем своим подписчикам. Просто фантастика. Делают люди своими руками такие классные штуки. И я сижу и понимаю, что мне прям неловко, потому что я сам делать ни хрена не умею. Так, ну ладно. Следующее. Пятое, я так понимаю, по счету. И это у нас... Откуда? Хабаровский край. Кайф. Моя финка НКВД. Поехали. От руки листочек написан, понимаешь? Не знаю почему, но когда пишут от руки, это как будто бы как-то воспринимается... Ну, особенно тепло... А, я его разрезал случайно. Блин. Финка НКВД. Но все равно, смотри, класс. Здравствуй, Валентин. Меня зовут Дмитрий. Уже очень давно смотрю твой канал. Помню, еще было время, когда ты сам обозревал новости. Да и на канале был только ты. Участвую в твоих розыгрышах, но до Хабаровска генератор случайных сисел что-то не доходит. Видел, ты любишь вкусняшки. Так вот, с женой Танюшкой... Ой, как приятно, простой человек пишет. С женой Танюшкой решили тебя порадовать. К Новому... Блин, к Новому году. Набором домашних сладостей. У нас свой кондитерский цех в городе Хабаровс, поэтому за качество не переживай. Пускай новогодний чаек в вашей студии будет вкуснее со сладостями от Тати Чоколад. Как-то так. Ну и, может быть, тогда и у нас будут плюшки и удача в конкурсах. Много лайков и побольше просмотров. С Новым 2021 годом. Блин, тут себя прям как-то неловко чувствуешь. Но Дед Мороз, он, понимаешь, бестолковый. Он, конечно, не шабы вот к Новому году. Да, Тати Чоколати, кстати, называется. Опа. Печеньки, понимаешь, всякие штуки. И зефирки и прочее. Немножко уже там пролежало практически год, но... Я думаю, что ему ничего не будет. Что там ему не будет? Так, давай печеньку попробуем. Ну, съедобно, более чем. В общем, здесь много всего классного. Все долетело. Здесь из шоколада. Все как будто хендмейд, такая история. Но это вообще зефир. А что там зефир? О, смотри, как классно. С чаем будем есть. Спасибо большое. Несмотря на то, что прошло почти полгода, все нормально. Хранилось в прохладном помещении, поэтому все хорошо. Ну-ка, что у нас там следом летит? Коробка со стикером. Смотри-ка. И знаешь, откуда она прилетела? Из города Химок. Что у нас здесь? Блин, теперь хочется чай. Сейчас закончим. Пойду пить чай со вкусняхами, понимаешь? М-м-м. Так. Валентин, здравствуйте. Вот тоже, смотри, интересно. Оно напечатано, но таким шрифтом как будто от руки написано. Отправляем вам одну из своих книг, которая непременно понравится вашим детям и подарочный сертификат на онлайн-курс программирования. Слушай, у нас сегодня прямо вовсе, что программирование так, программирование, прикольно. В 2011 году, когда моему сыну Артему было 7 лет, я купил ему ПК. Он, как и все дети, начал в нем играть. Мне стало очень обидно, что комп так нецелесообразно используется. Я начал думать, как ребенку получить пользу от компа и нашел детский язык программирования Scratch. Scratch специально придуман для знакомства детей с основами программирования. Создание игр на Scratch это очень веселое дело. Дети, играя, прокачивают такие важные навыки, как креативность и логика. Велосоком 21 промокод для ваших подписчиков для доступа к пакету старт ученик любого курса. Вот так вот. Буду рад, если книга окажется полезной вам и детям. Еще и курсы есть, прикинь. Значит, смотри. Книга называется «Денис Голиков. Scratch 3 для юных программистов». Сделай свою игру. Ну, кстати, действительно, для детей, я думаю, что более чем понятно все. Можно сесть с ребенком и за вечером накидать какую-то игру. Логически. Так, а еще есть подарочный сертификат. И это, собственно, на любой онлайн-курс программирования. Ссылочку мы также оставим в описании. Спасибо. Вот это прикольно. Вообще, на самом деле, вот это классно, когда родители реально подумали, что зачем ребенку просто сидеть и играть. Можно из этого сделать что-то интересное. И ребенку помог, и книжку написал, и курсы, и так и пошло-поехал. Круто. Вот это прямо уважение. И последнее. На сегодня седьмая посылка. Большая тоже. Мы, собственно, их ставим в выпуск ровно так, как они ко мне залетают. Опять же, ничего не меняя. Потому что можно было, знаешь, схитрить и типа поинтереснее в начало. Ну, фиг знает. Нет. Все, во-первых, реально все интересные. Я с каждой ловлю свою какую-то, знаешь, вот эту волну позитива. Но и второй момент, что у нас реально максимально, блин, честное шоу на Ютубе. Понимаешь? Все вот как есть, так и показываем. Так. И победа. Это, наверное, ставится. Да, я правильно понимаю? Ну, похоже, да, что это для бутылок. Так. Вуд Уайт Блэк. Угу. Здравствуйте, Валентин. Безмерно благодарен за твою поддержку малого бизнеса. Ее сложно переоценить. В этой коробке продукт нашего собственного дизайна и производства. И да, он из дерева. Смайлик. Но все строго по назначению. Надеюсь, ваши уборные еще остались места для 5-килограммового держателя туалетной бумаги. Отправил тебе его в черном цвете, но если вдруг пиши, дошлем белый. А, имеется вот этот черный. Окей. Для наших покупателей удобство, скорость и надежность покупки обеспечит наш партнерство с Вайлдберрис. Тех благ тебе и твоей команде с уважением в мастерская Wood White Black. Братцы. Пятикилограммовый огромный держатель для туалетной бумаги. А-а-а, я выкупил. Короче, вот на эту часть надевается, значит, боевой рулон. А сюда ставятся запасные, понял, да? И ты всегда знаешь, сколько осталось. И никогда не находишься в стрессе, потому что нет ничего более страшного, чем залететь в туалет и понять, что бумага-то заканчивается. А тут у тебя, понимаешь, обойма, все как положено. Начали дизайнерским вантузом из Берлина, закончили замечательным держателем от ребят из вот такой вот студии. Слушай, ну, народ, мне кажется, это было, во-первых, очень-очень забавно. Во-вторых, это даже еще и полезно. Поэтому ссылочки для вас еще раз в описании. Действительно, давайте поможем ребятам. Залетайте к ним в аккаунт и смотрите, что они делают. Возможно, что-то вам дозайдет. Спасибо, что смотрите эту рубрику. Еще раз, надеюсь, вы ее поддержите лайком. Собственно, репостом. Покажите друзьям. Чем больше просмотров, тем больше шансов, что следующий выйдет совсем скоро. Ну и, конечно же, конечно же, не забывайте про колокольчик тот самый. И я с вами не прощаюсь, потому что мы в интернете. Совсем скоро увидимся. А эта штука улетает прямо неистово в туалет. Все, сейчас забьем ее этими рулонами и будем жить в счастье. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok